Согласно водному кодексу Российской Федерации, Черное море отнесено к так называемым поверхностным водным объектам общего пользования. Исходя из этого, каждый гражданин имеет бесплатный доступ к береговой полосе. Санаторные пляжи не исключение. Руководителям пляжей, которые закон не соблюдают, участковые вручают соответствующее уведомление, где прописана ответственность за административное правонарушение. Это либо штраф, либо арест на срок до 15 суток. Моя задача – это вместе с сотрудниками полиции пройти и руководителя каждой территории предупредить о выполнении тех требований, которые есть, в том числе бесплатный проход. Проверять выполнение требований закона будут мониторинговые группы. Об этом глава курорта рассказал посетителям пляжей. Они просто должны пройти, они будут даже провоцировать. У меня есть полотенце, я хочу скупаться. Более того, сами гости пляжа, если их не пустили к морю, могут вызвать участкового и пожаловаться. Реагировать на такие заявления будут обязательно. Но на некоторые пляжи вовсе идти не захочется, отметил Анатолий Пахомов. К примеру, такие, как у санатория «Искра». Закрывайте, документально оформляйте, что не оборудован, не сделан, грязный, убитый, отсутствует оборудование. Ну, всё как положено. Отпишите всё и на суд, на закрытие. Начало лета – официальный старт купального сезона. К этому времени должны быть готовы все пляжи. Речь идёт о спасателях, буйках, раздевалках и душевых кабинках. Деньги могут взиматься только за сопутствующие пляжные услуги. Прокат лежаков, зонтов и тому подобное. Времени на исправление всех недочётов практически нет. Хотя здесь вопрос не столько финансирования, сколько простой невнимательности. Ведь положительных примеров кругом достаточно. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.